Сегодня вы увидите еще один обновленный обзор. Данный обзор был опубликован на канале в далеком 2017 году. После был заблокирован правообладателями. И именно данный обзор почему-то меня чаще всего просят перезалить. Подчеркиваю, это именно обновленный обзор. То есть я что-то добавил, что-то убрал. Не знаю, сколько на этот раз видео продержится на ютюбе, но так или иначе. Итак, фильм от телеканала ТНТ под названием «Жених». Фильм начинается с того, что нас знакомят с одним из главных персонажей. С немцем, которого зовут Гельмут. Привет. Меня зовут Гельмут. Очень приятно. В честь которого, собственно, фильм и назвали, так как он жених, если кто не понял. Гельмут однажды пересекся в аэропорту с сельской девицей по имени Алена. Виделись и общались они с ней всего один раз. Но Гельмут уже готов взять ее в жены. Поэтому и отправляется к ней в Россию. И параллельно записывает все это на свой буржуйский айфон. Вот там будет наша спальня. Спальня. Да? Можно. Дверь открыта. Тренер? Смена каюты, Инга. Переселяйся в другую. Аленушка. Когда у нас будет дети, я показываю им это видео. Обращается он к Алене. Записывает видео для Алены. Но показывать его будет не ей, а детям. Ну не тупой ли? Пока что этот человек с лицом похожим на старый башмак твоего бати счастлив. Ведь он еще не знает, что его ждет. Немец? Берлин. С праздником. Да? 9 мая. Самоубийца. А эту уморительную шутку про немца, который приехал в Россию 9 мая, вы могли слышать в 2005 году в Камеди Клабе, в 2008 году в Нашей Раше, в 2013 году в проекте Стендап на ТНТ. Ну и конечно же в 2016 в фильме «Жених». Смеюсь. Видимо я просто не понимаю одного из принципов комедии, который заключается в том, чтобы пересказывать одну и ту же сраную шутку по 100 ебаных раз. Остановитесь! Нас переносят в деревню, где хамоватая бабища по имени Люба и ее бесхребетный муж продают свой дом валиятельному в этих кругах бизнесмену. Зачем бизнесмену какой-то сарай посреди деревни, спросите вы? А все очень просто. Через этот поселок пойдет федеральная трасса. А если быть более конкретным, то прямо через участок, где этот бизнесмен совсем недавно отстроил себе дом. Сносить его он категорически не желает. Поэтому посредством взяток и связей договорился, что трасса пойдет через участок этих патриотически настроенных граждан, которым в свою очередь их дом достался от деда. А трасса вот здесь вот прям пойдет, через ваш дом и на Москву. Не жалко, родину-то продавать. Родина моя там десортир не продувает, понятно? Достаточно интересную систему ценностей двигает в массы данная картина. Смотришь и сразу понимаешь, как некоторые фильмы можно было сделать гораздо лучше. Проведя в тюрьме более 10 лет, окончательно понимаешь, насколько же для человека важна свобода. Согласен. А еще начинаешь понимать, каким ты был глупым. Не соверши я тот поступок в молодости. Я мог бы реализовать себя. Мог бы стать тем, кем душа пожелает. Я искренне рад за Брукс. Хоть в последние годы жизни старик будет по-настоящему счастлив. Дорогие друзья, выйдя из тюрьмы, я понял, что не могу спокойно жить на воле. Здесь продувает сортир. Давай я тебе помогу. Здесь вполне хватит места для нас двоих. Спасатели, возможно, прибудут не скоро, но наша любовь согреет нас. Ага. А если они приплывут через сутки, через двое, или вообще через неделю? Как я на этой дощечке срать-то буду? Мне же всю жопу продует. Помогли тебе твои бляхи? Так продать. Продать веру. Продать своих. Послушай, ты, батька, ты вообще представляешь, какие у них там сортиры? Там же, там же не продувает. А моя родина там, где в туалете не дует. Ладно, от приступа патриотизма в фильме вернемся к юмору Комедия же как-никак В доме, куда с минуты на минуту прибудет Алена с заграничным женихом Отирается ее бывший муж по имени Толя О, Человек-паук, тебя туда, а ты обратно, да? Но прежде чем мы перейдем к умопомрачительным шуткам Хотелось бы задать вопрос человеку, от которого зависело, стошнит вас или нет при просмотре этой картины Оператор, блядь, ты можешь нормально камеру держать или нет? Почему у тебя все трясется и шатается? Ты что, пьяный что ли? У него болезнь Паркинсона, тварь ты ебаная Ну, тогда вопрос снимается, вернемся к юмору Вам че? Может быть можно какую мебель взять или посуду? Микроволновку, блюрей Молодец у нас, Аленка, молодец Хотя одному городскому писунке прикрутила Смотрит бы хоть на немца вашего, в какую он нынче Кажется, я вот только что открыл формулу По которой снимаются подобного рода патриотические и не только русские комедии Берем сначала жопу, потом известную морду 25 матрешек, 17 рукожопов, ведрохерни и хуй туды Чуть-чуть случайных слов и фильм готов Думаете, юмор будет строиться только на неприкрученных пеструнах? Технически неподкованных бабках и шутках про сортиры? Нет У Любы есть дочь Ира И к ней то ли пришел, то ли приехал мага Который прошлой ночью и зарядно перебрал И теперь не понимает, что с ним было Слышь? Может покрестим его, пока спит, а? А че ты-то? А вот у него неправильно подход Ха-ха, ты шучу Да-да-да, точно А трамп, блин... Взаимоотношения этих двух персонажей Ну просто гениальные По ходу сюжета поймете почему Приезжает Алена со своим женихом Поэтому два амбассадора компании Макдональдс Бегут их встречать И на всякий случай убирают лестницу Дабы кауказец не сбежал Мам, на, че, приехали что ли? А че ж они без объявления? Ой, египет твою налево Ну вы поняли Без объявления Ну как в 41-м Смешно же, сука Смотрите, я вдобавок к этой шутке Еще и смешную картинку нашел Вот это настоящий повод поржать Это Люба Это, да Очень бряно гремут А вы вот, значит, хлебом с солью, говорите Пока все семейство обхаживает немца Мага связывается со своим другом И просит о помощи Если вкратце То их диалог выглядит вот как-то так Талан, братуха Брат, брат По-братски, а? Брат, по-братски, а? Брат, по-братски Давай, брат Брат, братан, братишка Все усаживаются за стол И начинают гоготать и бухать Французское вино? Да Можем себе позволить, да Бутылка французская, а вино наше Леша, заткнись, пожалуйста Но на этот праздник жизни Прибывает бывший муж Алены Толя Под выдуманным предлогом Хотя, вроде как, он же никуда и не уходил А, ну да, всем же похуй Извините, кто это? Не, это брата Брат мужа Покойный Авария Страшная авария Авария Вот он ехал На машине за рулем Он ехал, а туман был Голову высунул Ну, посмотреть, чтобы видно или нет Встречу тоже, ну, такой же ехал Тоже голову высунул Лобешниками сошлись О, а вот и бородатые анекдоты пошли в ход Ну, раз и можно То почему мне нельзя? Маленький мальчик, нашел кассирную банку Никак не может ее открыть Подходит пистонер Дядя пистонер Могите, пожалуйста, банку открыть пистонер Дай сюда, бля Откройте милицию Нет, серьезно Эту шутку про мужиков в тумане Задорнов рассказывал еще 10 лет назад Ну, тупые Алена ясно дает понять своему бывшему мужу Что между ними все Но Анатолий предпринимает попытку ее вернуть Делает он это при содействии Бога Я не могу и сказать просто, что люблю ее Ей этого недостаточно Я сам виноват, что ее потерял Я признаю Слышь, псина Куда ты прешься Ты получишь огромную дозу христианства Себе в лицо Мало не покажешь Понимаешь, что с такими вещами не шутят Я не шучу Талян Талян, ты пока, Аленке, да нет Ты в холостую не мали А то нам уже что не то На вот тебе вот эту икону Она крупнее Эффект не будет Дебил После тупой клише сцены Нам напоминают Эй, фильм же про немца на 9 мая в России Держите шуточку по этому поводу Давайте выпьем За день победы Подожди, а они как празднуют Или у них это трагедия Потому что по идее должна быть трагедия, да Я смотрю, вам этой шутки было мало Показалось, что она недостаточно смешная А что вы скажете, если создатели Перенесут нас в дом к бизнесмену Который на 9 мая Переодел таджиков в форму немцев И советских солдат И заставил их сражаться Русские сдавайтесь Русские не сдается Восхитительно, дорогой Восхитительно Это ваш лучший фильм, Йозе Далее на протяжении 20 минут Создатели тщетно пытаются Растворить зрителю мозг Посредством мега унылых И тупых диалогов Вы очень? Вы тоже на 8 день Вы очень солдаты Извините, извините, брат Внимание, мы тоже отмечаем День победы над фашизмом С 45-го все так говорят Видимо, по мнению создателей Эти диалоги Интересные и забавные Если вы вдруг смотрите мое видео И не понимаете Да чего он тут докопался Это все же супер То я вам тонко намекну К чем, по моему мнению Самая большая проблема Этого словесного поноса Во-первых, в этих диалогах Нет ни капли смысла Во-вторых, они очевидны здесь Только для того, чтобы потянуть время Это отчетливо видно По тому, какие здесь Длинные и неуместные паузы И по тому, как актеры говорят Ну и в-третьих Немножко текст по-дебильному написан Тексты пишите нормальные Пишите херню какую-то Возможно, среди вас есть люди Которых по какой-то Неведомой причине Интересует А как там обстоят дела У маги и его большой любви Мага, видимо, опожрался на свая Или еще чего там покруче И в приступах наслаждения Ему привиделось, что он вчера Переспал с кем-то вроде Самки Богомола Которая его теперь просто Обязана сожрать Он, будучи настоящим Кавказцем Да нет, не таким Это все стереотипы На самом деле Кавказцы тюфяки и слюнтяи Вот такие, как мага Который жмется Мотает сопли на кулак И боится сказать Нет На зойливой сладкоежке Можно и завтра поговорить И обязательно сегодня Можно потом по телефону с тобой Поговорить Все это невнятное сопение Перерастает в половой акт Под максимально сюда Неподходящую песню Кипелого Я бы мог с тобою быть Я бы мог про все забыть Вы, наверное, хотите спросить Что это за хуйня такая? Но в умах тех, кто создавал эту картину Данная сцена Это лучшее, что только можно было придумать Вершина юмора С чего ты это взял? И скорее всего они так не думают Скажите вы А я вам отвечу Если это не так То зачем эта сцена повторяется В фильме трижды? Надо мною тишина Небо полное огня Я слабое Гениально Это шедевр Гельмут наконец решает Сделать предложение Алене Через 15 минут Я подарю тебе Эта кальсу Путь эту кальсу В твой любимый моцарелла Ангела Меркл сказал Нихт моцарелла в Россия Эльмут сказал Да Моцарелла в Россия Действия преступной группы Могли повлечь за собой Угрозу жизни А сейчас дорогой зритель Я предлагаю тебе сыграть в игру Под названием Невероятный сюжетный поворот Как ты думаешь Что случится с кольцом Который Гельмут спрятал в еде Его украдут инопланетяне Кольцо вступит в реакцию с моцареллой Эволюционирует до простейшей формы жизни И съебется нахуй из этого фильма Или самый неочевидный вариант Его кто-то сожрет Но прежде чем вы узнаете правильный ответ Музыкальная пауза Только не бросай Вот так как получше будет Ну а теперь Долгожданный ответ Приправленный юмором о письках Аленка Ален, можно я твое сожру? Да для няшки вкусняшки Поругай Вкусно Только У Гельмута Ум работает видимо как у гельминтов Ведь он мог тысячу раз не дать сожрать это кольцо Но нет Куда проще так Дать Люби его сожрать Дождаться пока она сходит в туалет А потом выскребать свой подарок Из той субстанции Из которой данный фильм состоит на 90% Вы сожрали кольцо Моцарелла сожрали Я че кольцо слупила что ли? А как я так и не заметила даже Вы когда ходите в клюзит Подожди Тут часа два надо Когда в юности я представлял свою жизнь Не мог вообразить что буду стоять тут во дворе И промывать твое дерьмо в поисках подарка для жены Слушай Я щас чернослива поем И когда чернослив ем Ой Как говорится Надевай на пушку сито Вот тут создатели немножко не дотянули Чтобы было еще смешнее Нужно было прям тут вставить ремейк того знаменитого видео Под названием Two Girls One Cup Ты короче знаешь че Ты иди И одних их не бросай Эту Алену то Столей Это муж ее Она сейчас раскает и пойдет на сеновал с ним А вот этого момента Я если честно вообще не понял Десять минут назад Она сама наврала Гельмуту Что Толя это брат Алены Без видимой на то причины А теперь она же рассказывает Гельмуту Что Толя это бывший муж Алены И подстрекает его на драку Опять же без видимой на то причины Иди пожалуйста И по морде ему дай Понятно? За что? У нас в России для этого причина не нужна Классно вообще Не в натуре классно Заебись Четко Видимо логику перед началом работы над этим фильмом Создателям решили торжественно подарить И спрятали ее в еде Ну а далее вы должны догадаться Что было Как итог вместо нормальной логики Мы имеем дерьмовую логику Кстати эти события Никак ни на что не повлияли Все тупо продолжили бухать со столом Давай за деда Пашу Давай Давай Ну вот Че не говорите Сейчас таких мужиков нет Че это нету то? Есть Слышишь что ли? Существо безхребетное Сиди Хребетное я Хребетное И че? Сейчас фашисты к нам придут Че ты будешь защищать Да с вот этими культяпками своими? Сиди Блять этот фильм что? Снимали на корабле? Почему камера постоянно качается? Дабы добавить динамики Да вы хоть нахую ее раскрутите Не получится таким способом Внести динамику в фильм Который состоит из тупого Бессмысленного бумнижа Омерзительных людей Которые просто сидят за столом Леху до глубины души Обидел вполне очевидный факт Что он не мужик А бесхребетное существо Ой боже мой Какие мы нежные на расправу Ты хлопай еще Дед строил он хлопает Поэтому он Как ей положено Настоящему мужику Втайне от жены Украл деньги И максимально виноватым И униженным голосом Отказался продавать Бизнесмену дом Ну мы так вот решили Крелигиально Ты Ты Левиафан посмотрел что ли? Смешно Могло бы быть Если бы ваш фильм Был на порядок Лучше Левиафана А так это словно Глухой Издевается над слепым Мол ты неполноценный Леха С абсолютно фальшивой Улыбкой на лице И под хорошую музыку Едет домой Толя тем временем Не перестает предпринимать попытки Избавиться от Гельмута Поэтому он его Напоил И отправил на остановку А Леха Вернувшись домой Сообщает Радостную Как ему казалось Новость своей жене Деньги Ерофееву За дом Обратно отдал Я так решил Но вот Далее Следует сцена Которая Просто Вызывает Недоумение Ты чё скотина такая? Любовь А ну иди сюда Скотиняга Тебе кто разрешал Деньги трогать? Да Вам не показалось Это референс А если быть более конкретным Копипиздинг Сцена Из фильма Любовь и Голуби Нормально Меня в принципе Удивляет тот факт Что создатели Видели этот фильм Если взглянуть На их продукт Кладывается ощущение Что они ничего Кроме того Что сами снимают Не смотрят Тем не менее Что же не так С этой сценой? Вроде как И музыка Из оригинала И персонажи Вроде как Похожи Даже внешне Вроде как Всё должно быть Весело И забавно Как в оригинале Жаль Что есть одно Маленькое но Персонажи в фильме Любовь и Голуби Не были озалобленными Друг на друга Видно что Дядя Митя И Баба Шура Любят друг друга Так было показано Характер у персонажей Были добрыми И поэтому Вся эта беготня Друг за другом И высказывания В стиле Ах ты паразит Не воспринималась Зрителем как агрессия Ну и плюс Конфликт не строился На материальной основе Что тоже немаловажно Во время просмотра Фильма Любовь и Голуби Не складывается впечатление Что Баба Шура Проломит голову Лопатой Дяди Митя Когда догонит его В этом же случае У нас тут Люба Которая попросту Унижает и гнобит Своего мужа Да и в целом Ведет себя Не знаете как такая Простая женщина Из деревни А именно Ведет себя мерзко Толя же в свою очередь Абсолютно Пассивное И забитое Ничтожество Его даже В какой то степени Жалко Понимаете Создатели Не видят разницы Между оскорблениями И унижениями И истории Из серии Милые бронянцы Только тешатся В этом И принципиальная разница Поэтому Вот это Забавно А вот это Отвратительно Да и вообще Весь конфликт Разгорелся Из-за денег Все это Сказывается На восприятии Фильма И персонажей В этом фильме Поэтому Когда зритель Видит Подобную сцену Ты че скотина такая А ну иди сюда Скотиня Тебе кто разрешал Деньги трогать Ее невозможно Воспринимать Как забавную Она воспринимается Как издевательство Над слабым Ну или как Семейная бытовуха Из новостного репортажа НТВ Мол знаете Алкоголик муж Украл деньги Из дома А жена Будучи в алкогольном Опьянении До смерти Забила его тазиком И даже события Которые следуют Далее Ситуацию Не спасают Ерофеев Ерофеев Врывается На бульдозере Во двор К героям Где он его Кстати взял Не ясно Забираем свои вещи И уходим отсюда Потому что Начинается снос Завтра с утра Нас уже не будет Я завтра не могу Чего? Слушай, что ты животное С тобой сейчас кто разговаривает? Лешку бить можно Но только мне Понял? Да что вы говорите Лешет Люба Ты лапу мою не трожь Понял? Да Муж и жена Заступаются Друг за друга Но учитывая Все вышесказанное Это выглядит Как типичная Драка Каких-то Маргинальных Личностей Которые сначала Вдвоем Дрались Потом к ним Подключился Третий И так далее Тем временем Гельмут Про которого Вообще Уже все Похоже Забыли Очнулся На остановке И пошел Шататься По деревне В поисках Своей Возлюбленной Слушай Тебе бы Не по селам Таскаться А свой Рэпчик Писать Но Стать рэпером Гельмуту было не суждено Ведь на его пути встал танк Опознавательные знаки которого Надъебись заклеены скотчем Уважаемый, а город где? Я не говорю поплохо в России Крымбаш Эй, тут фашуля Так, над воевавшими В сороковых годах поглумились Над нынешними солдатами тоже Как вы думаете, над кем поглумятся далее? Над тобой, зритель И твоим чувствам юмора Ведь в игру вступает Ни капли не заезженный прием под названием Иностранец говорит на своем языке, а кто-то неправильно переводит его слова Кто-нибудь, пожалуйста Расстреляйте их нахер Помимо того, что бизнесмен Расстрелял всех из маркера для пейнбола Он и его друзья Еще на какой-то хер похитили Гельмута И теперь местные Которые как раз и в сборе Взяв в качестве оружия Петарды идут в атаку и тут создатели видимо подумали поля но у нас же типа добрая семейная комедия которая уже почти закончилась давайте сделаем так чтобы они там в конце типа все дружили только как-нибудь максимально на отъебись значит все сельские бунтари попали в милицию а бизнесмен в больницу потому что когда он строил дом он разрушил змеиное гнездо и убил всех кроме одной а змеи очень злопамятные поэтому одна из них выросла вернулась его укусила бизнесмен звонит своей жене отозванивается до очередного калиша персонажа из обезьянника всех выпускают потому что завтра встреча ангелы меркель и путина а этот немец какой-то очень важный человек в общем очередной дегенеративный бред но и вечером все бухают за одним столом а страховку оформил нам нормально получится как ты чё еще и плюсе что ли кем мэром надо быть яропей а чему вы радуетесь страховая компания скорее всего будет трясти деньги как раз именно с вас но фильм заканчивается вот этим не самый искренний такси туда и обратно я знаю что будет завтра за одну ночь всю зарплату а в голове одним моты я знаю что будет завтра кто-нибудь объясните мне почему случилось именно так алена весь фильм не хотела общаться с толей то ли в свою очередь особо ничего и не делал и даже с какой-то левой бабой целовался а гельмут ничего плохого не сделал тем не менее алена его бросила хотя любит она именно его тот редкий случай когда слова из саундтрека способны озвучить мысли зрителя знаете ли вы что изначально данный фильм назывался не жених а майские и его премьера была запланирована на период майских праздников но его переименовали и перенесли на сентябрь ведь кто на майские праздники ходит в кино а вот осень как раз хорошее время и они не прогадали фильм при бюджете полтора миллиона долларов собрал семь с половиной и по общему подходу к созданию этого фильма отчетливо же видно что никто и не думал о его качестве главной целью было просто тупо срубить бабло и поймите меня правильно я не против того чтобы авторы зарабатывали на своих фильмах особенно когда речь идет о хороших фильмах или даже когда о откровенно дерьмовых комедиях но только в том случае если создатели хотя бы чуть-чуть работали над своим фильмом они просто я слепила из того что было и вот фильм жених это как раз второй вариант но если вам понравилось это видео можете поставить лайк и подписаться на мой канал и на группу вконтакте если еще этого не сделали и посмотреть один из предыдущих обзоров